Здравствуйте! Это суть дела. Россия, наряду с Турцией и Китаем, представляет собой стихийное бедствие для западных стран во главе с США. Давление, оказываемое независимой политикой Москвы, напоминает ураган. Пекина – изменение климата, а Анкары – цунами, пишет турецкая газета Сабах. По мнению автора статьи, новые стратегические отношения между Китаем, Турцией и Россией снова сделали Москву центром притяжения. Россия продолжает расширять свою зону влияния на Северную Африку. Однако вместе с этим выстраивает отношения со странами, считающимися ближайшими союзниками Вашингтона, Германией, Францией, Израилем, Саудовской Аравией и Египтом. Турецкая газета отмечает, что Турция играет роль стальной сердцевины в мусульманских регионах Северной Африки, Ближнего Востока, Средней и Южной Азии, а также Балкан и Кавказа. Автор уверен, что уже сейчас страну воспринимают как один из самых влиятельных полюсов, формирующейся новой глобальной системы. При этом ночным кошмаром для США является Китай, который провоцирует настоящее изменение климата в глобальной геополитике, подчеркивает издание. Для того, чтобы противостоять в экономической войне с Пекином, Вашингтону необходимо привлечь на свою сторону Россию и Турцию, считает автор статьи. Однако он сомневается, что такое возможно на практике. Турция и ее президент давно пытаются повысить свою роль в мировой политике. Обида на Евросоюз, который отказал ей в приеме, обвинение в адрес США в организации госпереворота. Словом, Эрдоган, обиженный на весь коллективный Запад, решил теперь объявить о своем партнерстве с двумя самыми опасными для американцев странами, Китаем и Россией. И поднять таким образом свою значимость. Хозяином газеты «Собак», кстати, является известный турецкий бизнесмен и зять Эрдогана Берат Албайрак. Это, как мне кажется, в полной мере объясняет замысел автора статьи о зачислении Турции в Лигу Великих Держав. Но вдруг эту замечательную турецкую газету не читают в европейских и закокеанских столицах? И тогда, чтобы уж наверняка быть услышанным, президент Турции затеял публичную перебранку с изысканным французским джентльменом президентом Макроном. Эммануэль Макрон, тоже страдающий от непризнанности его дипломатических талантов, 7 ноября в интервью журналу «Экономист» заявил о смерти мозга НАТО. В качестве примера смерти мозга Альянса Макрон привел операцию Турции в Сирии и вывод американских войск из региона. По его словам, это свидетельствует об отсутствии координации внутри Альянса. В ходе совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом Макрон объяснил свои слова тем, что хотел таким образом разбудить Североатлантический Альянс, и это ему удалось. «Я полностью беру на себя ответственность за то, что поставил точки на «ды», — заявил французский лидер. Как объяснил Макрон, он констатировал вопиющий и неприемлемый отрыв от реальности в ходе двух последних саммитов НАТО, которые были посвящены исключительно тому, как облегчить финансовое бремя США, в то время как не решались другие стратегические вопросы. Проблема мира в Европе, отношения с Россией, вопрос с Турцией. «Возможно, был нужен будильник. Я рад, что он прозвенел, и что отныне приоритетом Альянса будет обсуждение наших стратегических задач», — заявил французский лидер журналистом. Эрдоган не упустил возможности пнуть французского президента, который, кстати, пару лет назад заявил о том, что Турции не место в Евросоюзе. «Я обращаюсь к господину Макрону из Турции, и я скажу это НАТО. Ты должен сначала проверить свою голову на предмет смерти мозга», — заявил Реджеп Таип Эрдоган 29 ноября в Стамбуле. «Это не заявление, а оскорбление», — прокомментировали слова турецкого президента в Елисейском дворце. «Мы ждем от президента Эрдогана объяснений», — добавили в администрации президента Франции и вызвали пока для объяснений турецкого посла. Ну, в общем, внутри натовские дрязги в духе старой советской коммуналке продолжаются. Это была суть дела. Все будет хорошо. Не сомневайтесь.